В областном правительстве прошел круглый стол. В ходе него затронули тему обучения детей с миграционной историей. В роли модератора мероприятия выступил Валерий Фадеев. Советник президента России говорил о необходимости интеграции в общество детей, которые вместе с семьями переехали в нашу страну и зарубежье. Помощь им в этом оказывают обычные общеобразовательные школы, но есть проблемы. Никакие дети не могут приниматься в школу, если они не знают русский язык. Нас стали критиковать. Но мы же имели в виду, что ребенок должен быть подготовлен, должен быть обучен русскому языку. Говорят, это закон, все дети должны быть приняты в школу. Но это же издевательство, давайте закон изменим. Стоит целый ряд вопросов, связанных с обучением русскому языку детей с миграционной историей, которые прибывают в Российскую Федерацию, приобретают гражданство, либо еще находятся в статусе иностранного гражданина и приходят в образовательные организации, садятся за парту с детьми, которые исконно владеют русским языком и, безусловно, возникают при этом проблемы. Губернатор Алексей Русских презентовал аудитории опыт Ульяновской области. Он опирается на деятельность культурно-национальных автономий, а еще и этнокультурной организации. Каждый из них проводит мероприятия, направленные на укрепление межнационального мира и согласия. Активно участвуют в жизни адаптации соотечественников. Сформирована региональная межведомственная рабочая группа по вопросам социально-культурной, психологической и языковой адаптации на сангаждан, включая несовершеннолетних. В области планируют подготовить адаптационно-подготовительные группы для тех детей, которые не владеют русским языком. Однако это не будет означать их изоляцию или сегрегацию, подчеркнул Алексей Русский.